Продолжение следует... Опытен как боксер-профессионал, 19 боев на профессиональном ринге провел, 10 побед одержал, 6 из них досрочно выиграл, 8 поражений, 2 из них досрочные и 1 ничья. Его послужил в списке, при этом боксер это 77-го года, то есть ему 32 года на данный момент и даже 33 года на данный момент этому германскому боксеру. То есть сравнительно поздно он, наверное, начал заниматься профессиональным боксом, ну и беглый взгляд на список его соперников не позволяет нам сказать, что этот боксер очень высокого класса, хотя с некоторыми боксерами нам известными он боксировал, ну хотя бы вот Томми Альтман в одной из прошлых наших программ, мой один Томми Альтман, а вам показывали, если помните, там этот немецкий боксер проиграл, ну то есть такой среднего уровня немецкий боксер, соперником которого будет наша восходящая звезда Сергей Рапшенко. Да, рад представить Сережу, правильно ты заметил, восходящая звезда, молодая, звезда 24 года всего же Сергею, для профессионального бокса это может быть только начало, в этой весовой категории 69 килограмм он лидер у нас как в республике, так будем надеяться, будет скоро лидером и в Европе, и в мире и так далее. 12 побед у него в его карьере, 12 бою, 12 побед, то есть чистый рейтинг, причем из них 8 побед нокаутом. 70% своих поединков Сергей закончил досрочно, можно назвать его, естественно, панчером, панчером в этой весовой категории 69 килограмм. Да, ну и, наверное, стоит также сказать, что тренер его Сергей Пытылев, а также стоит сказать, что незадолго до этого боя провел он первый свой международный поединок с Лейтом Дарком, выезжал, проводил этот бой во Франции, тогда мы волновались за Сережу, потому что, ну, начало как бы международной карьеры для молодого боксера, который, в общем-то, составил себе такую хорошую репутацию на белорусском ринге, еще и по любителям выступал, в том числе и в сборную Белоруссию, ходил любительского бокса, вот, и выехал, и очень уверенно выиграл у своего соперника, и вот этот вот бой с Петро Далесио должен был доказать, что та победа не случайна, и как раз-таки вот придать дополнительный импульс развитию международной карьеры Сергея Рапченко. Сергей молодец, ведет именно такой, правильно, поединки всегда досозрелищно, такой дерзкой манере, может быть, это связано еще и с возрастом, ну, я помню его по любителям, он всегда так боксировал, всегда я говорил, что, в принципе, в любителях это менее приветствуется, лучше бы ему, конечно, боксировать профессионалов, ну, вот мы дождались Сергея профессионалов, и пока-пока все отлично у него складывается, не так давно он начал свою карьеру, в 2006 году, профессионального боксера, ну, и пока все, да, добился высокого результатов, и выглядит он очень всегда техничным, жестким, ну, и, опять же повторюсь, дерзко боксирует, так это нравится зрителям всегда, ну, и лично мне. Да, ну, могу сказать, что он украсил наши последние программы боксерские, те, что проходили в клубе «Реактор», бои его с Абраменко, с Алексеем Коновко, они запомнились, ну, надолго, скажем так, очень зрелищные были поединки, и публика реагировала блестяще просто, то есть, ну, вот, Сергей Рапченко нас радовал неизменно, и я думаю, что Петро Далесио, хотя, конечно, надо посмотреть еще на этого немецкого боксера, все-таки школа бокса немецкая, она довольно серьезная, и постарше Сергея Рапченко немец, ну, и, кроме того, чуть больше боев на профессиональном ринге, так что не будем забегать в этом плане вперед, но я думаю, что все-таки по классу своему Сергей Рапченко должен этого соперника проходить, и проходить довольно легко. Ну, перекрыт немец, такая немецкая школа, Петро Далесио, ну, медленно, медленно работает, появляется больше шансов контратаки у Сергея, нужно заставить Далесио бить почаще, и только тогда будет больше шансов у Сергея для его жесткого встречного удара. Ну, Сергей еще так, по большому счету, справа, и акцентированно не... Попал под печень, не попал, уже попал под печень, зацепил. Акцентированно не бил, но уже своим жестким джебом только заставил так, очень сдержанно, скажем так, боксировать Петро Далесио, а вот такие вот размашистые удары немца, это только лишний шанс для Сергея Рапченко. Вот мы снова видим джеб, и, то есть, извиняюсь, апперкот, и тут же удар снова в печень. Да, если уже попал, то нужно бить и бить с первого раунда, это очень хорошо сбивает дыхание, и, как у нас называют, нужно достучаться до печени. Он очень жестко джебом пробивает между рук, вроде бы плотно перекрыт Петро Далесио и Беларусь. Вот опять, ой-яй-яй, хорошо, отлично. Достает своего соперника, да, уверенно, уверенно, серьезно, но я думаю, что он где-то минуту уже так почувствовал себя в роли охотника, скажем так. Вычислил, четко вычислил. И добил, добил, в конце концов, Гетро Далесио, да, легкая, на первый взгляд, победа Сергея Рапченко, собственно, соперник никаких сложностей не доставил, но понимаете, сколько за этим стояло труда тренера, его собственного труда. Вот, отличная победа Сереже, я думаю, что порадовала она и пражскую публику, в том числе и жалко, что был такой короткий. Ну, мы тут имеем преимущество перед зрителями в зале, нам сейчас покажут видеоповтор этого момента. Вот, в общем-то, что мы можем сказать о Петре Далесио после этого боя? Ну, пока, в принципе, ничего не успели увидеть. Да, не успел раскрыться Петре Далесио, но, однако, мы увидели, что обрадовало Сергея Рапченко, подтверждает свой уровень высокого класса боксера-профессионала. Да, ну, как-то очень легко сложились его первые два боя на европейском ринге. Два нокаута в первом раунде. Я не скажу, что нас это расстраивает так держать, но хотелось бы в следующий раз увидеть, ну, раунда три хотя бы. Молодец, Сергей, не упускает момента. То есть, появилась возможность, попал, тут же доработал. Ну, вот, смотрим, наверное, этот момент, начало его. Вот, опять же, через корпус, и тут же на голову вторым достал, первым промахнулся. Отлично, отлично попал. Четко подбородок. Ну, и вот даже по глазам Петра Далесио было видно, что он, наверное, пропустил этот удар и подумал, не, лучше я вставать не буду, лучше я полежу. Еще даже сейчас шатает Петра Далесио. Ну, что ж, поздравляем Сергея, великолепная победа. Опять же, досрочная. И тринадцатая победа, и девятая победа нокаутом по сложной список Сергея. Да, ну что ж, прощаемся мы с вами ненадолго. Опять же, в следующее воскресенье обязательно смотрите нашу программу. Я понимаю, что идет чемпионат мира по футболу, но и для профессионального бокса найдите немного времени. Мы вас постараемся порадовать интересными и зрелищными боями. А на сегодня всего доброго. До свидания, до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok